Формулы 1 Привет, друзья! Меня зовут Максим. Меня зовут Ваня. Меня зовут Богдан. И мы вместе занимаемся картингом. Картинг – это очень драйвовый, очень быстрый и очень динамичный вид спорта. Автоспорт очень плохо развит. Мне кажется, картинг – один из самых развитых автоспортов в Украине. Если брать любую автоспортную дисциплину, то, наверное, это идет ралли. В плане профессионализма не хочу никого обидеть, наверное, из всех других дисциплин. Но, наверное, наша дисциплина самая профессиональная на данный момент. Потому что здесь с картинга все начинается. Картинг подготавливает к большому автоспорту. И не пройдя картинг, не будешь чемпионом в реальных гонках, в больших гонках. По большому счету, если сравнивать, то, конечно же, у нас не развит картинг. Но он не развит только лишь в количестве пилотов. Если брать опыт, накат, но он тоже меньше, но я думаю, что у нас бы все получилось в Европе. Было бы только финансирование, больше гонок, больше опыта. Мы начнем не уступать. Познакомился я с гонками еще в 9 лет. Я интересовался очень сильно мотокроссом. Мотокроссом я не занимался в то время. Но я определенное время походил в мотоклуб. После этого небольшие интересы каких-то автоспортивных передач, гонок. Ну и где-то уже лет 16-17 я решил, что хочется начать заниматься. Ну, самая доступная дисциплина – это картинг. Поэтому выбрали картинг. Но, опять же, сразу не получилось этим заниматься, потому что для этого необходимы определенные финансы. Я бы сказал, много финансов. Начинал с бюджетного автомобиля, бюджетный мотор. Потом постепенно, планомерно обновлял. Автогонки, в первую очередь, это удовольствие от управления автомобилем. Когда ты контролируешь его, едешь на большой скорости, можешь его контролировать. Ну, адреналин, ну, наверное, это не совсем правильно сказано, потому что адреналин получают экстремалы. А мы не экстремалы, мы профессионалы. Вот, поэтому мы можем ехать очень быстро в очень экстремальных их ситуациях со стороны, но мы ее контролируем. Это чувство драйва и желание побеждать было первым. Когда чувствуешь, что ты победитель этапа или чемпионата, это ощущения такие, ну, просто очень трудно передать. До картинга очень много видов спорта перепробовал. И каратэ, и футбол, и шахматы. Друзья были очень удивлены, ведь картинг — это не типичный вид спорта. Узнал об этом от кума моего отца, потому что его сын тоже занимался спортивным картингом. Он нам об этом рассказал, привел нас в прокатный картинг, потом я этим заинтересовался и увлекся. Помню, что было 7 марта 2015-го. Со мной был отец, мой тренер и первый механик Владимир. Тогда чувства были очень драйвовые, ведь я впервые попробовал именно спортивный картинг — профессиональный, а не прокатный. И скорость реально была больше раза в три, поэтому я прежде всего был удивлен скоростью, а потом меня это еще больше захватило. Заниматься картингом я начал в 7 лет, то есть в детстве я очень увлекался машинами, и мой папа меня поддерживал. Мы впервые пошли на картинг в 7 лет, и вот как-то это нас затянуло, мы начали все больше и больше заниматься, и в 9 я перешел в профессионалы. Сейчас у меня есть 17, я уже 10 лет занимаюсь этим. Первые эмоции я помню, то есть я сел за руль карт, мне надели настоящий шлем, я вот поехал впервые без папы, и гоночная машина для меня тогда, скорости были нереальные, то есть там 40 км в час, но ощущения были как в Формуле 1, я вылез, так рассказывал, 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 то есть у меня были круглые глаза, море эмоций, и я понял, что это то, чем я хочу заниматься. Ну, мне нравится очень ощущение скорости, это ощущение, когда ты понимаешь, что сейчас едешь 150 км в час, и там одно неловкое движение, и все может закончиться не лучшим образом, вот это ощущение опасности, драйва, скорости, то есть это приносит нереальное удовольствие, и потом жить без этого не можешь. В определенных городах Украины есть еще оставшиеся после Советского Союза картинговые клубы. Если кто-то захочет прийти и сказать, я хочу заниматься, ну, его примут, но, естественно, если он без финансов придет, то он будет просто получать опыт, помогать механикам и так далее. Есть два варианта развития событий. Первый вариант – человек может прийти в команду, сказать, я хочу заниматься. Команда – это уже коммерческая основа. У нас есть команда определенная. Там на коммерческой основе человеку полностью проконсультируют, какое количество денег ему надо иметь, полностью организуют ему покупку всего, что необходимо, подготовят карт. У нас таких команд, ну, в принципе, три есть в Украине, четыре. Второй вариант – это как я. Если начинать потихоньку, можно покупать сразу просто готовые в сборе автомобиль, выезжать на школьные соревнования, они у нас есть, на кубок, он тоже более бюджетный, а потом потихоньку опять же делать, покупать, обновлять автомобиль. Изначально, естественно, у человека нет подготовки физической. Ты приходишь, садишься, одеваешь комбинезон, шлем, садишься, едешь. Если ты новичок, ты проезжаешь пять кругов, и все, ты приехал. На этом твоя тренировка первая закончилась. Тренировки приезжают в течение дня, ездят по сессиям, после этого консультируют, рассказывают, где неправильно едет пилот, работают с машиной, и так по кругу, пока не будет получаться, пока не будет какой-то результат. Все мои тренировки были только лишь самим собой. Я боролся с самим собой, опыт получал конкретно на трассе. Учился я, наверное, с интернета я учился. Вот. И получал этот опыт уже на трассе. Это такие единичные случаи. В основном это тренер, который объясняет, как ехать, тренер или механик, или команда. Вот. Я пошел очень сложным путем, но этот путь, он, наверное, должен рано или поздно окупиться. Начинал я с прокатного картинга, потому что это было зимой, а зимой не проходят гонки по спортивному картингу в Украине. Поэтому я месяца три учился на прокатном картинге с очень маленькой скоростью, а потом уже, начиная с весны, тренировки начали проходить на спортивном картинге. Да, был тренер, который вел меня всю мою карьеру, за что я ему очень благодарен. Тренировка всегда проводилась за несколько дней до самого этапа какого-то чемпионата, и, как правило, это было два-три дня. Тренировка всегда проходила под его наблюдением, еще с механиком, который пытался внести определенные коррективы в настройки карты. В первую очередь я пытался найти идеальную траекторию движения карта по треку. Поэтому самое важное на тренировках было найти ту траекторию, которая подходит мне, которая априори является правильной, и при этом проходить ее максимально быстро и без заносов. С самого начала я просто учился с папой. То есть мой папа не занимался гонками, но он понимает в машинах, он умеет хорошо ездить, и он меня учил как бы основам. Мы с ним ездили примерно год, потом я попал в школу картинга, которую проводил бывший ролист Андрей Харольский. То есть там он меня научил уже, то есть таким основам, не знаю, как траектории, как обгоны, как работа с педалями, флаги, борьба. И потом, когда я уже перешел к профессионалу, у меня была профессиональная команда, и мой тренер, и мой механик Александр Самусь. То есть мы вместе с ним работали, и вот как проходили тренировки. Перед соревнованиями приезжали, ездили на трассе. Я искал лучшее время, то есть я пробовал по-разному ездить в поворотах. То есть там так заходил, там так. То есть находил эту оптимальную траекторию, оптимальный стиль. А он, получается, помогал мне подобрать настройки машины, чтобы машина тоже выдавала максимум, который она могла. Сначала, когда мы начинали ездить, это каждое суббота и воскресенье я на трассе постоянно. То есть с утра до вечера я ездил. Ездил, чтобы наработать опыт, накат получить. А потом, когда я уже стал чемпионом Украины, когда уже понимал, как ездить, то... То есть я ездил чаще всего от соревнования к соревнованию, иногда мы делали какие-то тестовые сессии. Самая большая сложность в автоспорте – это умение правильно понимать автомобиль на трассе, для того, чтобы его сделать лучше. Как раз в этом направлении мы все работаем постоянно. Есть определенные моменты, когда и проходит гонка, когда твоя физическая подготовка решает, будешь ли ты впереди или ты останешься сзади. Физически очень сложно было и есть физически сложно, но первые два года это было вообще очень тяжело. Картинг нагружает больше, чем любой кузовной спорт на автомобилях. Физически лично для меня это не было сложным, потому что мой класс, в котором я начал, это был юниор без коробки, то есть до 14 лет. И в физическом плане вообще сложно не было, но были такие трудности, было трудно остаться в этом спорте первый сезон. Ведь очень хотелось побеждать, но тогда, когда постоянно приезжаешь предпоследним или последним, особенно на первых гонках, желание продолжать ездить немного гаснет. Но если огонь в глазах горит, то можно достичь реальных результатов. Вначале сталкивался с такими трудностями, как психология, потому что не всегда получалось побеждать и соперники сложные. То есть трудно давались победы очень и сложно было сохранять спокойствие, оставаться оптимистом, не опускать руки. Но я работал с моим папой, с тренером и мы этот момент прошли. То есть я преодолел и потом стал чемпионом. Со стороны, знаете, кажется, что так легко, сидишь в маленькой машинке, ездишь, но на самом деле это очень трудно, особенно когда очень жарко, плюс 35, ты в этом толстом комбинезоне, который тебя защищает, ты едешь 25 кругов по трассе и потом вылазишь весь мокрый, то есть еле идешь, то как бы физически трудно. Но я занимаюсь дополнительно, чтобы хватало сил на все гонки. В Украине по картингу это чемпионат Украины и Кубок Украины. Чемпионат Украины – это там, где собираются как бы якобы самые быстрые пилоты, которые способны ехать на чемпионате Европы. Постепенно прогрессируем каждый год, становимся быстрее и быстрее. Все упирается в количество нагонок, которые я провожу. То есть я каждую гонку становлюсь быстрее. Если ты занимаешься этим долго, то рано или поздно ты начинаешь понимать, что ты просто – это часть твоей жизни. В Украине в 2017 году я стал чемпионом в классе без коробки. Я стал обладателем Кубка Украины. В Европе я проехал относительно немного гонок, и моим лучшим результатом было 12-е место в Австрии на одном из этапов чемпионата европейского – CE. Когда ты работаешь, ты выкладываешься, ты делаешь максимум, и потом получаешь это первое место, и ты понимаешь, сколько работы в это было вложено, и дается этот результат, который ты хотел, то это прям самый-самый кайф. Мои планы очень амбициозные. То есть я хочу стать первым украинским гонщиком Формулы-1 и чемпионом мира. То есть я для этого много работаю. Вот сейчас у меня в планах это переходить в французскую Формулу-4, и дальше продолжать свою карьеру в большом автоспорте в Формулах. Ребят, спасибо, что сегодня были с нами, и давайте катать вместе.